рад приветствовать вас в новом видео уроке меня зовут александр владимиров школа logic pro help не забывайте на нас подписаться и смотрите полезные видео уроки мы сейчас разберем как вообще узнать сколько времени сколько часов вы потратили на тот или иной трек тот или иной проект к сожалению для того чтобы узнать это нам нужно иметь определенный плагин но его очень легко найти в интернете называется он hoffa project time то есть производитель hoffa плагин называется project time и когда вы его открываете вы можете естественно увеличить его по размеру и что он делает он показывает вам видите таймер уже пошел сколько времени вы потратили на трек то есть если вы решили написать новую композицию то вы вешаете этот плагин сразу же и начинаете им пользоваться чуть позже я расскажу как я на практике его применяю для чего нужен и забегая вперед скажу что этот плагин очень крутой я считаю для тех кто зарабатывает на музыке уже либо хочет прям реально на этом зарабатывать то есть вот это больше для тех кто прям хочет монетизировать навык написания музыки значит как работает он элементарно вы можете дать название проекту если вы хотите вы здесь смотрите дату старта здесь уже идет таймер и например вы пишете трек ну то есть вы закрыли этот плагин вы там пишете трек все накидываете и вас отвлекли ну например вам нужно открыть домофон и возможно вы там надолго зависнете вы открываете быстренько project time и ставите на паузу все вы пошли делать свои дела вы можете не закрывать проект вы можете там чего угодно делать хоть час хоть два потом возвращаетесь нажимаете continue и время прошло если вы забыли ну про втыкали такие типа ай блин я не нажал ё-моё чё же делать то в этом случае вы примерно знаете что вы скажем 15-20 минут ну отсутствовали да но не поставили на паузу вы нажимаете здесь клик offset и здесь вы можете в формате часы минуты задать сколько времени вы отсутствовали то есть вы вот так вот пишите например 20 минут вы отсутствовали 020 и здесь вы можете указать плюс либо минус но если просто пишите 020 то нажимая на ok у вас видите добавляется 20 минут и он пишет здесь offset то есть насколько сдвиг идет если ну например у вас обратная ситуация что вы хотите как бы отнять отсюда время то вы берете здесь ну ставите сначала минус вот так вот и как бы нажимая здесь 020 у вас получается но обратная история то есть вот ведь у вас как бы все вернулось обратно но это редко когда нужно в основном нужно добавить какое-то время когда вы не поставили на паузу и потом когда вы над треком уже все поработали вы смотрите сколько здесь времени было потрачено в принципе я считаю это очень интересно ну даже для тех кто начинает только писать музыку а а если вы работаете ну как бы профессионально то он сейчас расскажу как это может быть полезно и как я это использую единственное еще зайдем в настройки здесь можно посмотреть шоу лог то есть что это такое это сессии когда вы заходили ну то есть сколько времени вы потратили то есть вы можете посмотреть что а вы там 21 числа сидели над проектом потом час вы сидели на 22 числа 23 вы сидели там еще сколько-то времени и вы такие ну прикольно можете даже это все скопировать себе там куда-то куда вам нужно короче штука прикольная теперь как я использую лично это на практике поясню доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу boost и и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готово можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене я муж несколько заморочен но тем не менее я когда работаю над треком под заказ то я ставлю этот таймер и я замеряю сколько времени я потратил ну либо на изготовление трека либо на сведение то есть на какой-то объем работы и и я потом веду определенную табличку куда просто вношу в одной колонке название проекта во второй сколько времени я потратил и что мне это дает когда я получать получаю деньги за проект я могу посчитать сколько я потратил времени и сколько я заработал в час то есть вообще как бы считать ну по-хорошему свой доход нужно в часах потому что вы можете зарабатывать очень много но впахивать как лось а можете зарабатывать немного но и работать пять минут в день да то есть понятно что соотношение время временных затрат и денег очень важно так вот предположим вы потратили ну скажем 10 часов на изготовление трека да и вам эта программа показала и вы взяли за этот трек десять тысяч рублей ну все тут математика первый класс вы зарабатываете тысячу рублей в час ну не считая там общение с клиентом и так далее значит свою очередь ну конечно вам будет интересно наверное узнать сколько же я трачу времени на изготовление трека раньше у меня могло уходить больше десяти часов но раньше это прям сильно раньше когда еще больше занимался на какой-то своей деятельности то есть там писал свои треки сейчас во первых с опытом благодаря тому что появился определенный алгоритм по которому я создаю музыку я не штампую да там типа копипаст я делаю все с нуля до под заказ там и под свои какие-то нужды но на просто у меня в голове уже есть определенный механизм с помощью которого я создаю треки и у меня сейчас уходит меньше десяти часов на изготовление трека полноценного прям вот с нуля там даже с вокалом и так далее это может быть шесть семь часов восемь часов в некоторых случаях даже четыре часа но это все равно меньше десяти часов то есть больше десяти часов на трек но это бывало крайне редко когда были какие-то заказы ну прям в каком-то очень нестандартном жанре для меня и в общем такое это большая редкость и и вы можете когда вы называете стоимость работы своему клиенту вот это большая проблема многие не знают вообще какую стоимость сказать клиенту сколько это адекватно можете исходить и я исхожу из такого соображения то есть если вас представьте вы пишете треки вы пока не зарабатываете но вы уже начинаете собирать информацию сколько времени у вас на это уходит и вы например написали пять треков и вы знаете что в среднем у вас на каждый трек уходит десять часов в принципе нормально и когда вы потом кто-то говорит вам слушай чувак а сделай мне пожалуйста трек я в принципе даже готов заплатить вы такие сколько же взять вы можете конечно посмотреть сколько в целом берут люди ну как бы на рынке да там конечно будут цены ну типа там несколько десятков тысяч рублей вы такие блин наверное это много я же начинающий все в таком духе вот эти вот сомнения окей тогда вы делаете следующее вы определяете сколько вы хотите зарабатывать в час если вы не знаете сколько вы хотите зарабатывать час делайте простую манипуляцию вы по-любому работаете у вас есть какой-то доход вы разделяете этот доход на то сколько часов вы тратите на работу ну например ваша зарплата там в офисе или где-то на заводе 32 тысячи рублей а вы работаете по пятидневки это значит это примерно 160 часов в месяц делим 32 тысячи на 160 получаем 200 вы зарабатываете 200 рублей в час вообще кстати рекомендую провести такую вот проверку то есть сколько вы зарабатываете в час это реально очень круто в свое время там но это прям как бы открывает глаза на многие вещи так вот и вы понимаете что если вы 10 часов тратите на трек если вы зарабатываете 200 рублей в час на текущей работе то вы можете поставить цену 2000 рублей и в принципе вы ну вряд ли будете как бы в ущербе потому что вы зарабатываете 200 рублей в час понимаете да и вы такие думаете 200 рублей 2000 рублей за трек ну это что-то это капец как мало да то есть кто работает 2000 за трек это какие-то невероятно низкие цены и потом вы такие окей а если я допустим попрошу у него 10 тысяч рублей за трек что тоже просто капец как мало это очень мало на самом деле всех адекватные цены за трек полноценно это нясколька десятков тысяч рублей вот и вы понимаете что блин если вы за 10 часов сделаете работу то вы заработаете как бы тысячу рублей в час, что в пять раз больше, чем вы зарабатываете на текущей работе. И вполне вероятно, в этот момент вы скажете, ну и вон нафиг, я увольняюсь, я иду заниматься музыкой, потому что там, ну блин, я просто по-любому буду зарабатывать больше по часам. Ну, либо не так радикально, может быть, вы просто сделаете новый для себя источник дохода и так далее. Короче, не буду сейчас сильно вдаваться в эти цифры, потому что этот канал наш для музыкантов, и я сейчас не буду какие-то там бизнес-моменты рассказывать. Просто используйте этот плагин. Как его использовать на практике, я рассказал. Как я его применяю, я рассказал. И сколько часов лично я трачу на написание музыки. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока.